Уроки мужества, военизированные эстафеты, конкурс патриотической песни и многое другое, чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». В преддверии Дня защитника Отечества в Славянском историко-краеведческом музее прошло заседание исторического клуба «Истоки». В заседании клуба приняли участие учащиеся славянских школ. Уже по сложившейся традиции до встречи со школьниками приглашаются только самые выдающиеся и знаменитые жители нашего города. В этот раз с ребятами встретился ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Борисенко, которому в марте исполнится 93 года. Алексей Васильевич прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве. Я сталинградец. Сталинградскую битву я прошел от начала и до конца, пять с лишним месяцев. Так что я и знаю, я, говорит, живой свидетель всего того, что делалось в Сталинградской битве. Сперва защита была, оборона Сталинграда, а потом пришлось освобождать Сталинград от немецко-фортистских захватчиков. Общение с такими выдающимися людьми, настоящими патриотами своей страны, учит подрастающее поколение любить Родину. Заседание исторического клуба «Истоки» проходило в рамках месячника по обороне массовой и военно-патриотической работе. В рамках месячника по обороне массовой и патриотической работе в воинских частях и учебных заведениях Славянского района проходят уроки мужества. С представителями молодого поколения встречаются ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чеченской республике. Одна из таких встреч была организована комитетом солдатских матерей для солдат-срочников, проходящих службу в Славянском гарнизоне. Ветераны рассказали нынешним защитникам Отечества, в каких сложных условиях им приходилось воевать и отстаивать интересы своей Родины. Сказали напутственные слова призывникам. Те, в свою очередь, пообещали с честью и достоинством выполнить свой долг перед Родиной. В рамках месячника военно-патриотического воспитания ежегодно в нашем крае проводится фестиваль героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». Проходит он в два этапа – муниципальный и краевой. На днях в нашем родине завершился муниципальный этап конкурса. В нём приняло участие около 50 конкурсантов. Артисты соревновались в двух возрастных категориях и в четырёх номинациях. Соло, вокальный коллектив, песни «Спутница солдата», бардовская песня. Выступление артистов оценивало профессиональное жюри, в составе которого были представители управления по делам молодёжи, а также известные в нашем районе вокалисты. Главное требование, которое было поставлено перед участниками конкурса – песня обязательно должна быть на военно-патриотическую тематику. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдёт 20 февраля. В физкультурно-оздоровительном бассейне «Дельфин» прошла военизированная эстафета среди учащихся средних специальных учреждений. Проводится она в рамках месячника по оборонно-массовой и патриотической работе. Я думаю, что эти соревнования будут хорошим для вас подспорьем, так как в ближайшем будущем многие из вас пойдут служить в армию, будут вспоминать. Я думаю, что если вы уже сейчас стараетесь и принимаете участие в таких мероприятиях, то из вас будут неплохие, хорошие защитники отечества. Желаю вам честных соревнований и успехов в спорте. Соревнования проходили в зачёт седьмой спартакиады молодёжи города. За победу боролись три команды – электротехнологического техникума, славянского СХТ и техникума экономики и права. Испытания ребятам предстояли серьёзные. Проплыть 25 метров с автоматом, обезвредить подводную мину, спасти товарища. Лучше всех с поставленными задачами за максимально короткое время и без штрафных очков справились плавцы сельскохозяйственного техникума. Они и стали победителями. Второе место у студентов электротехнологического техникума. Пронза у спортсменов техникума экономики и права.